Сегодня поговорим с Андреем Власовым, шеф-поваром ресторана. Не только поговорим, а еще и приготовим. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Вы нам принесли сегодня здесь... Здесь не только соль, мы видим. Рассказывайте, что вы принесли, что мы будем сегодня делать? Смотрите, это очень интересный рецепт засолки атлантического лосося. Это морская соль, тростниковый сахар и розовый перец, шинус. Так вот, сахар. Шинус. Ну, это к перцу имеет, конечно, такое относительное, ну, как бы... Он не острый. Он не острый абсолютно, это такое специальное растение. Он такой, как немножко парфюмированный, в парфюмерии использует. Ну, как слово парфюм прозвучало, сразу Марина потянулась вкусить аромат. Он пахнет даже сладко. С чего все начинается? Нам нужна рыба. Рыба мы сегодня используем какую? Семга это или фаррель? Атлантический лосось. Это атлантический лосось? Я не угадал. Атлантический лосось. Отлично. Что мы будем делать? Смотрите, нам надо две части соли. Вот она, настоящая морская соль, крупная. А почему какие-то розовые вкрапления есть в соли? С небольшим добавлением гималайской. О, начинается. Вот она, гималайская соль наша знаменитая. Одна часть сахара. Сахар. Сахар не обязательно коричневый. Ну, можно взять, конечно, обычный. Ну, буквально... Но тростниковый, знаешь ли, гималайской соли нужен тростниковый сахар, Радик. Как ты можешь вот взять такую необычную соль и такой обычный сахар? Ну, слава богу, что рыба наша родная. Щепотка розового перца. Все это перемешать. Перец не нужно никаким образом... Размельчать? Нет, нет, нет. Размалывать. Так, дальше нам понадобится апельсин. Вот, необычно. А что придает апельсин? Апельсинный вкус. Апельсин, эфирные масла, которые содержатся в кожуре, придают такую пикантную нотку. То есть мы прямо с кожурой его... Конечно, да. Ничего себе. То есть не только... Режем такими кружочками. Вот. Не очень толстыми. Я думаю, что лимон добавляют для того, чтобы быстрее засолить, размягчить рыбу. А апельсин получается придает? От лимона рыба белеет. Белеет. Немножко разъедается. Да, и апельсин такого ничего не делает. Необычный. Апельсин, сахар и рыба. Как это все может быть связано? В нашей программе может быть все, в общем-то, на самом деле. Так, дальше мы берем нашу смесь. Сыпем ее на дно нашей посуды. Ну, это может быть любая. Это может быть керамическая, может быть эмалированная. Классмассовую лучше не используете? Конечно, абсолютно. Ни пластмасса, ни железа. Вот я заметил, что вы сделали такую соляную подушечку. Подушку, да. Но через шкурку это проходит? Конечно, конечно, проходит. Я всегда думала, что это бесполезные траты времени, потому что только через... Абсолютно. Так, немножко укропа. Буквально его можно вот так помять, чтобы опять же эфирные масла выделились. Просто кладем сверху? Просто кладем сверху, ничего не делаем? Нет, абсолютно. И? Тоже просто кладем сверху? Апельсин, да. Он уже сейчас обретит наоборот. Знаете, я хочу уже сейчас просто порезать и съесть, если честно. Все, и оставляем примерно на 8-12 часов. Дорогие зрители, а через 8-12 часов вы посмотрите, что получилось, и попробуйте вместе с нами. Смотрите, если... Мы положили не так много соли. А если класть прям огромные пласты, я видела, что делают... Даже не подушку, а что это такое? Одеяло с сантиметром соли. Одеяло из соли? Да. Ну, считается, что рыба больше, чем надо, не возьмет, но это отчасти, конечно, правда. Потому что, ну, бывает же, там, пересоленная рыба, покупаешь, она пересолена. Я бы все-таки, ну, рекомендовал дозировать как-то. А на время приготовления это не влияет? Много соли, мало соли, неважно? Нет, ну, если соли много, то, конечно же, она быстрее просолится, да. Ну, вот она просолилась после 12 часов, там, да, наутро, например. Ты ее, что, нужно соль стряхнуть убрать? Все стряхнуть, да, все это убирается. Все убирается, да, и уже рыбу режем. Нет, 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 просто можно ножом соскоблить. Ну, бывает, что вот полностью семью не успели все съесть, эту семку вкусную, да, либо лосось. А можно ли заморозить и потом... Заморозить я бы тоже не советовал. Все-таки это теряет и питательные свойства, и вкус, и консистенция будет уже не такая упругая, она будет рыхлая. Но есть еще другой способ засолки рыбы. Какой? Это сельдь, килька. Это в тузулуке. Тузулук – это соляной раствор со специями. То есть он разводит такой очень крепкий раствор. Как его делают, расскажите подробнее? Ну, берут соль, там, перец, можно добавить немножко кориандра, лавровый лист. Какое количество соли нужно, чтобы получить такой настоящий солевой раствор? Ну, порядка 100-150 грамм на килограмм. Делают раствор и кладут рыбу в какую-то глубокую емкость. Ну, все селедку засоливают в бочку, да. Конечно, надо всякие бочки дома. И при транспортировке она не портится и долго сохраняет свои питательные вкусовые качества.